ТОП 5 На пятом месте публикация о том, что Facebook будет привлечен к суду за нарушение антимонопольного законодательства. Прошедшую среду десятки американских штатов и федеральное правительство США подали в суд на эту социальную сеть по двойному антимонопольному иску, утверждая, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на цифровом рынке и ведет антиконкурентную линию поведения. Федеральная торговая комиссия, в частности, добивается постоянного судебного запрета в федеральном суде, который может, среди прочего, потребовать от Facebook продать свои активы, включая Instagram и WhatsApp. Кроме того, в публичном пространстве раздаются призывы в случае необходимости разделить компанию. Параллельные судебные процессы, которые ведутся месяцами, представляют собой беспрецедентный вызов для одной из самых могущественных корпораций Кремниевой долины. Претензии к Facebook в основном сосредоточены на приобретении и контроле над Instagram и WhatsApp. Тем временем Марк Цукерберг перешел к тесной интеграции своих приложений на техническом уровне. Это решение является стратегией, направленной на срыв потенциального разделения. Соцсеть наняла штат юристов с опытом работы в антимонопольной сфере и судебных разбирательствах. Также компания заявила, что приветствует регулирование, но при этом слишком жесткие меры могут дать другим странам, таким как Китай, конкурентные преимущества в быстро развивающемся технологическом секторе. В четвертое место мы решили отдать публикации о дефолтах китайских государственных компаний. Это проблема, которая может прорваться через финансовую систему страны, угрожая ударить по национальной экономике и замедлить ее восстановление после пандемии. Объем дефолта в период с января по октябрь составил 40 миллиардов юаней. Множество крупных компаний объявили о банкротстве или дефолте по своим кредитам в прошлом месяце, шокировав долговой рынок страны. Цены на облигации резко упали, процентные ставки подскочили, зацепив и фондовые площадки, обрушив при этом бумаги госкомпаний. Это дает сразу несколько поводов для беспокойства. Прежде всего, тесные отношения между фирмами и китайским правительством обычно делают их активы безопасными инструментами вложений в трудные времена. Если инвесторы увидят, что поддержка прекратилась, бумаги государственных предприятий станут малопривлекательными. Ну а во-вторых, успех государственного сектора имеет решающее значение для финансовой системы Китая. Хотя на долю таких фирм приходится менее трети волового внутреннего продукта, на них выпадает более половины банковских кредитов и около 90% корпоративных облигаций, согласно данным Народного банка Китая. Международный валютный фонд ожидает, что экономика Поднебесной вырастет на 1,9% в этом году, что лучше, чем показатели других стран. В то время как рекордное количество дефолтов по облигациям, вероятно, во многом связано с пандемией коронавируса, государственные предприятия Китая накапливали долги уже в течение многих лет. Китайское правительство поддерживало данный сектор с помощью триллионов долларов с момента глобального финансового кризиса 2008 года. Однако эти инвестиции не принесли ожидаемого результата. ЕЦБ добавит 600 млрд долларов в виде стимулов для поддержки экономики Европы. Эта новость занимает третье место нашего рейтинга. В заявлении Европейского центрального банка говорится, что он увеличит объем покупок активов на 500 млрд евро, в результате чего общий объем программы стимулирования составит 1 трлн 850 млн евро. Европейский регулятор также планирует продлить закупки облигаций как минимум до конца марта 2022 года и предоставить банкам больше субсидируемых кредитов для стимулирования кредитования. Рынки в значительной степени ожидали, что центральный банк увеличит объем покупок облигаций, поскольку возобновление множественных случаев заражения COVID-19 на континенте привело к дальнейшей блокировке экономической деятельности на национальном уровне. ЕЦБ заявил, что неопределенность остается высокой в отношении развития пандемии и сроков распространения вакцины, и поэтому он готов скорректировать свои инструменты, чтобы инфляция приблизилась к целевому показателю в 2%. По данным агентства Евростат, несмотря на рекордный рост в третьем квартале, экономика ЕС все еще на 4,2% меньше по сравнению с уровнем сентября 2019 года. Ожидается, что в четвертом квартале ВВП снова сократится. Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Европы упадет на 7% в 2020 году, что будет более резким спадом, чем в Соединенных Штатах, но менее серьезным, чем в Великобритании. На втором месте нашего рейтинга новость о том, что индексы S&P Dow Jones исключают китайские компании из своего списка по указанию правительства США. Распоряжение уходящего президента Дональда Трампа, обнародованное в ноябре, призвано удержать инвестиционные компании, пенсионные фонды и другие компании из Соединенных Штатов от покупки акций китайских фирм, которые упомянуты Министерством обороны США в качестве связанных с китайскими военными. В S&P Dow Jones заявили, что удалят акции американские депозитарные расписки 10 компаний, включая Hikvision Digital Technology и SMIC из всех своих фондов фондовых индексов до 21 декабря. Компания отметила, что также исключит ценные бумаги, выпущенные 18 китайскими предприятиями. Пресс-секретарь Hikvision назвала решение о преследовании фирмы необоснованным, так как ее представители неоднократно заявляли, что она не является китайской военной компанией. На прошлой неделе FTSE Russell объявил, что начиная с ноября будущего года удалит 8 китайских компаний из своих продуктов в соответствии с распоряжением США. Правительство США, которое запрещает американским инвесторам покупать ценные бумаги фирм, внесенных в черный список. Инвесторы переводят китайские активы с Уолл-стрит в Гонконг. Эта публикация занимает первое место нашего рейтинга. Управляющие глобальными фондами сокращают свои доли в китайских компаниях, зарегистрированных в США, таких как Alibaba и JD.com. Риски растут, инвесторы будут вынуждены покинуть американские биржи, вместо этого переключившись на акции компаний, котирующихся в Гонконге. Теперь эта угроза стала реальностью. Закон о привлечении иностранных компаний к ответственности был принят обеими палатами Конгресса США и вскоре должен быть подписан Дональдом Трампом. После принятия закона иностранные эмитенты в США, которые отказываются от аудиторских проверок в течение трех лет, могут попасть под д-листинг. Поскольку большинству китайских компаний законы материкового Китая запрещают раскрывать информацию, которая может считаться государственной тайной, они часто не могут проходить такие проверки, что делает их уязвимыми для д-листинга. Отметим, что все большее число китайских компаний имеют вторичный листинг в Гонконге, что дает инвесторам альтернативу. Компании, зарегистрированные в США, включая Alibaba, JD.com и другие, уже разместили свои акции в Гонконге. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля. А может быть, уже управляете им. В любом случае, вы уже знаете, что для того, чтобы портфель оказался прибыльным, необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования. А чтобы покупка оказалась правильной, придется разбираться в финансовых документах, графиках и формулах. Специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис Райт. Робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране, выберет и порекомендует лучшие из них. С 2016 года Райт помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно. Акции каких компаний могут быть в вашем инвестиционном портфеле? Узнайте на rg.ht. Сервис бесплатный. Ссылка на сервис Райт в описании под видео. На прошлой неделе динамика валютной пары евро-доллар была разнонаправленной. Американская валюта снова перешла в наступление, которое было прервано реакцией рынка на решения со стороны ЕЦБ. В итоге ценовые изменения оказались несущественными. Котировки достигли отметки 1,2110. Европейский Центробанк объявил о расширении программы количественного смягчения на 500 млрд евро и продлении срока действия до марта 2022 года. Программа предполагает выкуп государственных и корпоративных облигаций у коммерческих банков, которые смогут использовать дополнительную ликвидность для кредитования предприятий. Также регулятор сохранил ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях. Решение ЕЦБ вызвали рост валютной пары, который, впрочем, оказался недолгим. По данным Центробанка, экономика еврозоны сократится на 7,3% в 2020 году, против сентябрьского прогноза – 8%. Но при этом регулятор озвучил позитивные ожидания в отношении показателей 2021 и 2022 годов. Судя по комментариям главы ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор планирует придерживаться мягкой денежно-кредитной политики еще долго. Эксперты банка TD Securities отметили, что ожидания более крупного пакета экономической помощи не реализовались. Аналитики банка ING прогнозируют продолжение роста стоимости евро, поскольку ЕЦБ увеличил размер ежемесячных покупок активов в полном соответствии с прогнозами. Польша и Венгрия 9 декабря сняли свои возражения, открыв дорогу принятию 7-летнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы объемом 2,2 трлн евро, включая план восстановления экономики на 750 млрд. Камнем преткновения оставалось правило, которое позволяет Еврокомиссии урезать финансирование государств, власти которых действуют в обход демократических процедур. Неожиданно быстрый уход от концептуальных разногласий внутри Евросоюза также поддерживает рост евро. Ранее некоторые эксперты полагали, что данные переговоры продлятся около полугода. Лидер консервативного большинства в Сенате США Митч МакКоннелл не согласовал пакет стимулов на 900 млрд. долларов. Тупик в переговорах поддерживает спрос на доллар на высоком уровне. Но, по мнению экспертов из Rabobank, если не будет просматриваться перспектива согласования нового пакета поддержки экономики в Конгрессе, то 16 декабря американский регулятор на заседании ФОМС может увеличить программу выкупа активов. И тогда давление на доллар вырастет. В целом фундаментальный фон остается благоприятным и для доллара, и для евро. Правда, курсы единой валюты находятся под давлением из-за подготовки к Брекзиту без сделки. Ключевым фактором для динамики пары станет слабость американской валюты, определяемая ожиданиями нового потока денежной ликвидности. Британская валюта уверенно снижалась против доллара на прошлой неделе. В итоге котировки опустились почти на 1,5%, достигнув отметки 1,3215. В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности выйти из переговоров по Брекзиту, поскольку у Евросоюза появились новые требования. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон встретились и зафиксировали наличие разногласий по вопросам обеспечения равных условий торговли, правил рыболовства и урегулирования споров. Главный представитель ОТЕС Мишель Борне заявил, что переговоры продлятся до среды, но позже стало известно, что обсуждение будет идти до воскресенья. В пятницу утром министр культуры Великобритании Ольвер Дауден заявил, что, по его мнению, большая часть пути к соглашению уже пройдена. Но даже заключенная сделка может оказаться заблокирована европейскими или британскими депутатами, а времени на согласование поправок до конца года уже почти нет. Между тем, в Еврокомиссии заявили, что ЕС готов вести переговоры и в 2021 году, как ранее и предполагал Борис Джонсон. Разочарование в способности принять совместные решения негативно сказалось на стоимости фунта, и, видимо, это обстоятельство будет еще долго сдерживать укрепление британской валюты. В пятницу управляющий Банк Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор сильно ограничен в возможностях снизить негативные последствия жесткого выхода страны из состава Евросоюза. Бейли также добавил, что работа над принятием отрицательных процентных ставок пока продолжается. И на следующей неделе Банк Англии объявит свое последнее решение в 2020 году. Эксперты банка Морган Стэнли прогнозируют, что цены на акции в крупных британских банках упадут до 20%, поскольку регулятор все же отреагирует отрицательными процентными ставками на отсутствие сделки с ЕС, чтобы смягчить экономические последствия для страны. В этом случае коммерческим банкам придется выплачивать проценты для размещения депозитов в Центральном банке. Данные по ВВП Великобритании показали, что экономика выросла в соответствии с прогнозами на 0,4% в октябре по сравнению с показателем в 1,1% в предыдущем месяце. Торговый дефицит страны за отчетный месяц увеличился с отметки в 9,340 млрд до 12 млрд фунтов. Показатели объема производства за октябрь, особенно в обрабатывающей промышленности, по-прежнему находятся в зоне роста. Вероятно, в четвертом квартале фундаментальные показатели будут более слабыми, но макроэкономическая статистика и раньше не очень оправдывала темпы роста стоимости фунта. Сейчас вероятность продолжения восходящего тренда является невысокой, хотя эксперты Standard Bank допускают, что прорыв в переговорах по Brexit может резко изменить ситуацию. При этом аналитики считают, что фунт находится в невыгодном положении и советуют продавать британскую валюту с текущих уровней. Продолжаем наш выпуск и сейчас представляем вашему вниманию обзор экономической статистики на новую неделю. 14 декабря в Новой Зеландии опубликуют индекс активности в сфере услуг от BusinessNZ. В Японии выйдут показатели деловой активности для крупных производителей и в секторе услуг Танкан, а также данные промышленного производства. В Китае обнародуют индекс цен на жилье и данные прямых иностранных инвестиций. В Великобритании опубликуют индикатор цен на жилье RightMove. В Швейцарии выйдет индекс цен производителей, а в еврозоне – данные промышленного производства. В Соединенных Штатах Америки пройдет размещение краткосрочных ценных бумаг. 15 декабря компания Westpac опубликует исследование потребительских настроений в Новой Зеландии. Резервный банк Австралии представит протокол заседания, состоявшегося две недели назад. В Китае выйдут данные розничных продаж и промышленного производства. Состоится пресс-конференция Национального бюро статистики. В Швейцарии опубликуют прогноз развития экономики страны ОЦЕКУ и индекс цен производителей и импорта. В этот же день в Великобритании выйдет статистика рынка занятости, включая уровень безработицы, заявки на пособия по безработице и среднюю заработную плату. Во Франции и Италии станут известны показатели потребительской инфляции. В Канаде выйдет объем производственных продаж и данные начатого строительства домов. В США опубликуют индексы цен на импорт и экспорт, показатель розничных продаж Redbook и данные промышленного производства. Глава Банка Канады Тиф Маклем выступит с речью. Американский институт нефти отчитается по запасам сырья в США за прошлую неделю. 16 декабря в Новой Деландии опубликуют показатели платежного баланса и счет текущих операций. В Австралии выйдут индексы PMI в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг, а также индекс опережающих экономических индикаторов Westpac и показатели продаж новых домов. В Японии станут известны данные импорта, экспорта и общая сальдо торгового баланса. В Великобритании опубликуют показатели инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен, показатель розничных цен и индекс цен производителей. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании станут известны показатели деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. В Еврозоне также выйдут данные по торговому балансу и объему производства в строительном секторе. Национальный банк Швейцарии представит квартальный отчет по денежно-кредитной политике, бизнес-трендам и обменным курсам валют. В Канаде опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен, показатели оптовых продаж и объем инвестиций в иностранные и канадские ценные бумаги. В США выйдут данные розничных продаж, показатели деловой активности в производственном и секторе, в производстве и секторе услуг и индикатор ипотечного кредитования MBA. В этот же день состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам США и станет известно решение регулятора по процентной ставке. ФРС также опубликует сводку экономических прогнозов от ФОМС. Управление энергетической информацией отчитается по запасам коммерческой нефти в США за прошлую неделю. 17 декабря в Новой Зеландии опубликуют изменения ВВП за третий квартал текущего года. В Японии станет известен объем иностранных и японских инвестиций. В Австралии выйдут данные полной и частичной занятости, уровень безработицы и доля рабочей силы в общей численности населения. В Швейцарии опубликуют показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. В этот же день состоится заседание Национального банка Швейцарии и будет принято решение по процентной ставке. В Еврозоне опубликуют данные по инфляции, включая базовый и основной показатели потребительских цен. Также в четверг пройдет заседание Банка Англии и станет известно решение регулятора по процентной ставке и объему программы количественного смягчения. В США выйдут данные начатого строительства домов, изменение числа жилых новостроек, количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице и показатель деловой активности в производственном секторе Филадельфии. В этот же день в Канаде опубликуют отчет по занятости ADP и индекс цен на жилье на первичном рынке недвижимости. 18 декабря в Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии пройдет заседание Центробанка, станет известно решение регулятора по процентной ставке, а также выйдут базовый и основной индексы потребительских цен. В Великобритании опубликуют данные розничных продаж, индекс потребительского доверия от JFK и платежный баланс. В Германии выйдет индекс цен производителей и индикатор оптовых цен. Также в Германии станут известны индекс цен производителей, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от IFO. Банк Англии представит фортальный отчет, включающий в себя динамику и регулярный обзор экономической ситуации. В России обнародуют уровень безработицы. В США опубликуют баланс счета текущих операций. В Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке и данные розничных продаж. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок в США и в мире за прошлую неделю. 14 декабря в 13.00 по Москве председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков и главный редактор финверсии Янард поговорят на тему изменений в законодательстве, регулирующем рынок частных инвестиций. Каким будет тестирование инвесторов и над чем сегодня работают законодатели? В этот же день в 7 вечера по московскому времени состоится финансовая лектория на тему «Как выбирать акции. Пять шагов инвестора». Эксперт по инвестициям с повышенной доходностью Александр Быстров и управляющий партнер бюро МКварта Игорь Мальцев обсудят вопросы выбора акций для портфеля, подбора дивидендных бумаг, срока инвестиций и многое другое. 15 декабря в 17.00 по Москве состоится прямой эфир на тему новых вызовов мировой экономики. Что ждет финансовые рынки в будущем году? Руководитель отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольга Беленькая и главный редактор финверсии Янард поговорят о возможных рисках в мировых биржах и о том, к чему готовится частному инвестору в наступающем году. 16 декабря в 4 часа дня по московскому времени состоится вебинар на тему автоследования в инвестициях. Ведущие брокеры во многих странах мира внедряют этот формат, который позволяет клиенту успешно инвестировать, не становясь специалистом фондового рынка и не отвлекаясь на него. У зрителей нашего канала будет возможность узнать, как автоследование развивается в России, каковы плюсы копирования сделок и какие есть подводные камни. Тему раскроет руководитель Департамента торговых сервисов и приложений компании «Финам» Алексей Богданов и Янард. 17 декабря в 19.00 по Москве не пропустите прямой эфир о финансовых пирамидах. В отношении компании «Финнико» возбуждено уголовное дело. На что могут рассчитывать обманутые вкладчики? Что делать, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид? Что вообще происходит в сфере финансового мошенничества и недобросовестных практик? Об этом расскажет управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. В субботу 19 декабря в 18.00 по московскому времени в прямом эфире на нашем канале состоится инвестиционный вебинар главного редактора финверсии Янарда «Частные инвестиции 2020. Рождественское ралли». У зрителей нашего канала будет возможность задать свой вопрос экспертам, а также узнать об основных трендах момента, сценариях фондового рынка, возможностях для частного инвестора и прогнозах на будущий год. Ну а полный календарь предстоящих прямых эфиров нашего канала вы сможете найти в описании под этим видео. Информационный портал finversia.ru – финансовые версии происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Рождественское ралли. Ждет ли оно инвесторов в 2020 году? Основные тренды момента, сценарии фондового рынка, как сориентироваться в рынках и инструментах. Итоги осени 2020. Перспективы новогоднего ралли. Красные зоны сегодняшнего дня. Новые возможности для частного инвестора. Портфель finversia. Результаты инвестиционных идей и решений, которые озвучены на прошлых вебинарах. Прогнозы. Курс рубля. Курс доллара. Золото. Нефть. Какой стиль инвестиций выбрать в начале 2021 года? Возможность задать прямой вопрос финансовым экспертам. Инвестиционный вебинар «Яна Арта» в прямом эфире. 19 декабря в 18.00 по Москве. Партнер эфира – компания «Алго Капитал». Смотрите на канале Финверсия ТВ. Финверсия ТВ. Продолжение следует...